Чак-чак Всем здравствуйте! Сегодня мы будем готовить чак-чак. Чак-чак готовят очень многие народы в разных местах. И поэтому, соответственно, рецептов чак-чака очень много. Можно чак-чак готовить постный на одних яйцах и муке. Мы сегодня приготовим чак-чак сдобный. Для приготовления такого чак-чака нам потребуется полкилограмма муки, стакан молока, полстакана сахара, грамм 50 сливочного масла, 4 яйца, немного соды и соли. И также нам для заливочки нужен будет мед и сахар. Жарить все это мы будем на растительном масле. Замешиваем тесто. Выливаем стакан молока. Добавляем щепотку соли. Щепотку соды пищевой. С сахара 4 ложки в столовых. Вбиваем 4 яйца. Все это слегка взбиваем. Теперь в тесто можно добавить коньяк или водку. Но это необязательный ингредиент. Тот, кто не любит алкоголь, может обойтись без него. Наливаем растопленное сливочное масло. Всыпаем муку и замешиваем тесто. Тесто должно быть в меру такое крутое, но не очень сильно прям такое крутое. Не как на пельмени, чуть-чуть послабже. Чтобы его можно было хорошо раскатывать. Муку можно добавлять до тех пор, пока тесто не станет нужной нам консистенции. Потому что продукты бывают разные. Чуть больше мыслица где-то взяли. Яйца крупные. Когда тесто возьмет в себя уже столько муки, что не будет липнуть к рукам, нужно еще минут 5 его месить на столе просто. До однородного, эластичного состояния. Муку уже больше подсыпать не нужно. Хорошо вымешанное тесто. Вот оно уже не гипнет абсолютно к рукам. Накрываем пакетиком. И оставляем его отдыхать на полчаса, может быть на час. Тесто отдохнуло. Приступаем к разделке. Отрезаем небольшие кусочки теста. Остальное тесто убираем пока. Накрываем его пленочкой, чтобы оно не завитривалось. Подпыляем стол мукой. И раскатываем в тонкую сантиметра миллиметра 3-4 толщиной лепешку. Тесто разрезаем на полосочки примерно шириной 3-4 сантиметра. И теперь каждую полосочку нарезаем соломкой. По 2-3 штучки сразу резать нельзя, как лапшу домашнюю. По одной. Придется немножко потрудиться. Процесс довольно-таки трудоемкий. Поэтому чак-чак делают обычно на празднике большими компаниями женскими. Сильно крупные резать не нужно полосочки. Так как при жарке чак-чак сильно увеличивается в объеме. Можно порезать, кстати, и более такими квадратиками. Кусочками, я-то говорила, что по многу не надо брать по одной штучке. При разделке старайтесь, чтобы было поменьше муки. Так как потом при жарке мука будет гореть. Нарезанные вот эти вот зубчасти, так сказать, выкладываем на какую-нибудь поверхность и пусть они подсыхают пока. Мы будем дальше разделывать. Нарезанные подсушенные кусочки теста нужно пожарить во фритюре. Я буду жарить во фритюрнице. Можете использовать любую удобную для вас посуду. Главное, чтобы это был фритюр. Опускаем кусочки теста по одному, небольшими партиями. И обжариваем их до золотистого цвета. Следите за тем, чтобы чак-чак сильно не отгорел, не зажаривался. Вот слегка подрумянился и можно вынимать. Вынимаем на бумажные салфетки, чтобы удалить лишний жир. Таким образом нужно пережарить все кусочки теста. Из остатков теста для чак-чака делаем украшение для чак-чака. Урама. Кстати, она является тот же самым, просто отдельным блюдом. Урама по-русски это спираль. Теперь берем тесто, также его раскатываем тоненько, нарезаем на полосочки, сантиметра 3, шириной 4. И на палочку на китайскую накручиваем так неплотненько спиральку. Также нам нужны будут щипцы. Прижимаем спираль и опускаем ее в масло. Спиральку нужно держать до тех пор, пока ее форма не зафиксируется, потому что она все время норовит раскрыться. Палочку можно покрутить и вынуть. Потихоньку спиральку отпускаем, она как форму держит. Все, это ок. Жарим ее до золотистого цвета с двух сторон. Готовую раму можно посыпать сахарной пудрой, подавать ее как отдельное блюдо. Можно украсить ею чик-чак. Вот мы управились с тестом. Хочу обратить ваше внимание, какой объем выпечки получается. У меня полтазика такого большого заготовки для чик-чака. У Романа жарилась. И вот такая тарелочка хвороста. Поэтому, если вы рассчитываете делать небольшой чик-чак, можете смело сразу делить при закладке на тесто продукты на 4. Ну, теперь осталось нам собрать чик-чак. Для этого нужно сварить медовый сироп. Перед тем, как варить сироп, нужно подготовить блюдо, на котором мы будем собирать чик-чак. Миску с ледяной водой. И будем делать сироп. Нужна для сиропа вот такая вот сковорода с толстым дном или чугунная. Нужно кастрюльку взять. Насыпаем сюда стакан сахара. И добавляем 6 ложек меда. Ставим все это на медленный огонь. Греем на медленном огне до полного растворения сахара. Когда мед с сахаром закипят и сахар полностью растворится, нужно поварить все это минутки 3-4, чтобы сварилась карамель. Когда карамелька сварится, сироп заливаем быстренько в заготовочки для чик-чака. Все перемешиваем. Надо быстренько все делать, потому что карамелька схватывается. И теперь чик-чак нужно выложить на большую воду. Чтобы не обжечься от карамель, руки смачиваем в холодной воде. Выкладываем порциями и придавливаем. Формируем горку. Провинку. Отп πα aperца. Карамельки. Кто willkommen entropy. Проект, що формируем. Марии. Р clearly езжем. Ок. Сверху чак-чак можно украсить жареной уромой. По спиральке, которую мы только что готовили, чак-чаку нужно дать хорошо остыть и можно пить чай. Я надеюсь, вам понравился такой чак-чак. Приятного чаепития и пока-пока!